Валерия Королева 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 Я надеюсь, что он вырастет. То есть, да, мы говорили о том, что у нас майские праздники. К сожалению, у нас люди отдают предпочтение празднованию каких-то торжеств, нежели заботе о своем здоровье. Что куда более важно, учитывая особенности болезни, с которой мы все боремся, и те последствия возможные, которые она может причинить здоровью человека. Об этом мои коллеги дальше будут говорить, не буду на этом останавливаться, но спрос у населения есть. Есть те, кто сомневается, и наша задача, проводя информационную кампанию, именно направленную на повышение доверия к вакцине, на информирование населения о необходимости сделать прививку, направленная как раз на тех, кто сомневается делать прививку, не делать прививку, когда делать прививку. При помощи какой вакцины вакцинироваться. Все эти вопросы обсуждаются ежедневно, на разных уровнях, в разных средствах массовой информации, на разных площадках. Максим Александрович, это, наверное, вопрос к вам. Много ли сейчас пациентов в областной клинической больнице, есть ли среди них тяжелые? Добрый день, Валерия. Добрый день, уважаемые телезрители. Областная клиническая больница, наш инфекционный госпиталь, он был развернут один из первых. И сейчас продолжает, к сожалению, свое функционирование. Как сказал Александр Сергеевич, действительно эпидемия, она никуда не делась. Деваться, как мы видим, не собирается. Я могу четко сказать о том, что у нас госпитализировано больше 100 человек на данный момент. И поделение реанимации, для меня такая лакмусовая бумажка, на самом деле. Мы в начале мая увидели какое-то снижение тяжелых пациентов. Потому что наиболее группа риска тяжелые, это и тяжелые пациенты, которые наиболее затратны в плане лечения и необходимости присутствия персонала. На данный момент реанимация полна, 34 человека находятся. Это все пациенты, которым требуется какая-то поддержка в виде кислород терапии какой-то, либо искусственной вентиляции легких. И количество пациентов, к сожалению, меньше не становится. А можно ли какой-то средний портрет составить тяжелого пациента? Да. Ну, их несколько. Мы прямо называем это фенотипы какие-то. Извините за такой сложный медицинский термин. Мы сейчас видим четко две категории. Это либо пациенты старше 70 лет, которые имеют определенный ряд хронических заболеваний, такие как ишемическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь, онкологические заболевания. Это причем та категория пациентов, которую мы не видели в первую, в вторую волну. Потому что люди очень четко выдерживали режим изоляции, не общались с родственниками. Сейчас действительно как-то вот эти меры, они, к сожалению, ослаблены. И родственники начинают общаться со своими старшими поколениями. И, к сожалению, они их заражают. И другая категория пациентов, которые наиболее плохо протекают, и фульминантное течение, и зачастую с неблагоприятным исходом, это средний возраст 40-55 лет, это с избыточным массовым телом. В основном мы видим это мужчины с сахарным диабетом, гипертонической болезнью. Но это причем рабочие и социальные люди, которые зачастую стремительно прогрессируют с КТ-1 до КТ-4 и требуют длительной искусственной вентиляции легких. Ольга, к вам поступают, пациенты обращаются за помощью уже после перенесенной заболевания. Расскажите, насколько сложна идет реабилитация и кому она, как правило, требуется? В первую очередь, конечно, наиболее показаны и нуждаются в реабилитации пациенты, которые перенесли данное заболевание с пневмонией. И чем тяжелее оно проходило, тем больше человек нуждается потом в реабилитации. Но к нам также обращаются люди и молодого возраста, которые перенесли дома, самостоятельно лечились, либо со своим терапевтом амбулаторного звена. И среди них тоже есть, к сожалению, те, кто так же тяжело перенесли. Реабилитация проходит в плане, ну, на данный момент, да, она сейчас проходит положительно. То есть мы среди всех пролеченных, прореабилитированных пациентов можем говорить о том, что они выписаны с положительной динамикой, даны дальнейшие рекомендации, кому-то скорректированы какие-то препараты, которые они постоянно применяют, и даны рекомендации по дальнейшему их наблюдению. Мы из того, что мы можем предоставить нашим пациентам, это полное клинико-лабораторное обследование, это ЭКГ, у нас ведется прием мультидисциплинарной бригады, то есть пациента ведет не один человек, а сразу несколько, это и терапевт, и кардиолог, врач ЛФК, физиотерапевт. Вот, у нас есть медицинские психологи, потому что часто после перенесенного ковида людям требуется психологическая помощь. А сейчас прервемся на короткую рекламу, не переключайтесь. Это программа «Тема дня». Мы продолжаем наш разговор. Напоминаю, что вы также можете поучаствовать в беседе. Сегодня мы обсуждаем вакцинацию, а также коронавирус, его лечение, реабилитацию. Наш номер прямого эфира – 3190. Итак, мы продолжаем наш разговор. Остановились мы на реабилитации после перенесения этой инфекции. Ольга, много ли тяжелых пациентов? Какие у них обычно бывают осложнения? Может быть, с дыханием какие-то проблемы? Ну, самые частые жалобы, с которыми поступают пациенты, их можно даже поделить на группы, это астенический синдром. То есть они жалуются на выраженную слабость, недомогание, головокружение, на психомеврологические симптомы, на когнитивные нарушения, на мышечно-суставный синдром. То есть пациенты даже достаточно молодого возраста жалуются на суставную мышечную боль, причем постоянного характера и не купирующиеся самостоятельно в домашних условиях. Если брать тяжелых, то, конечно, здесь на первом месте у пациента идут с одышкой. К нам приходят пациенты, которые уже с КТ, по КТ выявлен либо формирующийся фиброз, либо уже сформировавшийся фиброз. То есть такие, конечно, более тяжелые пациенты. И у нас для них индивидуальный план разрабатывается совсем иначе. То есть и группы ЛФК отдельные, и физиолечение подбирается тоже совсем по-иному, чем те, кто перенесли в более легкой степени. Максим Александрович, а у кого обычно такие осложнения бывают? Это какой пациент? Это пациенты, как правило, перенесшие госпитализированность пневмонии, из диагноза пневмонии, вызванные новой коронавирусной инфекцией. А по степени тяжести, которая как притекала, это все индивидуально. Я должен сказать, что мы же понимаем, что COVID-19 – это вирус SARS-CoV-2. Это не просто вирус, который поражает только легкие. Он поражает, он через так называемые из-два рецептора проникает и поражает многие органы и ткани нашего организма, такие как центральную нервную систему. И потеря обоняния – это, в первую очередь, признак не того, что у нас нос заложен. Это признаки просто поражения центральной нервной системы. И до 30% пациентов, они имеют какие-то энцефалиты потом. И мы начали делать МРТ-рутины в нашей клинике. Мы видим поражения головного мозга, которые могут быть какие-то необратимые, к сожалению. В свою очередь, это нарушение поражения миокарда. И тут недавно американские коллеги опубликовали статью о том, что даже у молодых спортсменов, которые перенесли COVID-19 в отдаленном периоде через полгода развиваются нарушения проводимости и ритма. И мы видим у этих пациентов большое количество экстрасистолий и просто пароксизмальных форм различных нарушений ритма. Это, конечно, очень страшно. Мы не знаем, что будет через 5 или 10 лет. Поэтому любой пациент, который перенес среднюю либо тяжелую форму коронавирусной инфекции, мы видим отдаленные какие-то осложнения. И они продолжают развиваться, развиваться. И что будет через 5 лет, я, честно сказать, не могу. Александр Сергеевич, сейчас в некоторые регионы стала поступать вакцина EpiVac Corona. Ожидается ли она у нас? У нас на сегодняшний день в регионе по-прежнему основной вакциной для проведения массовой вакцинации является вакцина Sputnik. И тот объем, который поступает в Тверскую область вакцина, в подавляющем большинстве, представлен именно вакциной Sputnik. Буквально в конце апреля-начале мая в Тверскую область были осуществлены поставки в ограниченном объеме двух других вакцин. Это EpiVac Corona и вакцины Covivac. Но, учитывая, что их объем по сравнению с объемом поступающего Sputnik был катастрофически мал, эта вакцина была распределена в медицинские организации и к сегодняшнему дню израсходована практически в полном объеме. И, учитывая малое количество этой вакцины и особенности ее транспортировки и хранения, напомню, Sputnik хранится при минус 18 градусах, а Covivac и EpiVac Corona хранятся при температуре от плюс 2 до плюс 8. То есть существенно проще эту вакцину транспортировать и хранить, поэтому было принято решение о том, чтобы использовать эту вакцину для проведения выездной вакцинации, о которой мы сейчас еще отдельно поговорим, и для вакцинации так называемых маломобильных групп населения, которые вакцинируются на дому с той целью, чтобы доставить вакцину быстрее, сохраннее и привить тех, кто нуждается в первую очередь, тех, кто возглавляет группу риска, так называемого, по заболеваемости коронавирусной инфекцией. Максим Александрович, это, наверное, вопрос к вам. Вот вы как считаете, да, вакцинация, она защитит от тяжелого течения болезни? Да, конечно. Мы говорим, что человек, который вакцинирован, Александр Сергеевич, я правильно понимаю, 95% Да, на сегодняшний день более 95%. Да, более 95%. У него снижается риск тяжелой формы новой коронавирусной инфекции. Может быть, как это, как легкая форма, в виде ОРВИ, но риск заболевания именно пневмонии, которые вытекающими со всеми осложнениями, он очень здорово снижается. И надо, конечно, вакцинироваться, чтобы не иметь эти отдаленные осложнения. А какой срок действия у вакцин? По заявлению производителей вакцины, в частности, вакцина «Спутник», которая на сегодняшний день наилучшим образом себя зарекомендовала и в плане безопасности, и в плане эффективности, и учитывая те результаты клинических испытаний, которые были опубликованы некоторое время назад в международном журнале «Ланцет», авторитетный медицинский журнал. По заявлению производителей, срок формируемого иммунитета, его сохранность гарантируется на протяжении от полутора до двух лет, но даже если полтора года, нам этого будет вполне достаточно для того, чтобы при достижении коллективного иммунитета прекратить дальнейшее распространение инфекции и фиксировать только лишь отдельные вспышки этой инфекционной болезни, которые постепенно также уйдут. То есть на сегодняшний день мы рассматриваем вакцинацию как средство профилактики, специфической профилактики, средство борьбы с эпидемией как таковой, которая в корне позволит нам изменить эпидемиологическую ситуацию. Как правильно сказал Максим Александрович, избежать в большинстве случаев заболевания как такового, то есть риск заражения, он снижается до минимального. Если же заражение всё-таки наступает, то болезнь протекает в куда более лёгкой форме. И мы говорим о том, что на сегодняшний день, уже учитывая совокупность полученных данных, вакцина защищает от тяжёлого течения болезни, от тех последствий, которые эта болезнь вызывает. Потому что даже если сама болезнь протекает в средне-тяжёлой форме, то отдалённые последствия могут быть куда более коварными и сохраняться достаточно длительное время. Поэтому вакцина ещё и от этого помогает. Мы неоднократно делали сюжеты, наши корреспонденты, о том, что граждане наши расслабились. И, допустим, не так давно, даже лично я была в рейде в одном из магазинов, крупных супермаркетов в Твери. И когда спрашиваешь у граждан, а где ваша маска, они отвечают, а я привился, мне ничего не страшно. Несмотря на то, что у нас многие граждане уже привились, кто-то считает, что он переболел. И сам неоднократно был свидетелем, когда в качестве аргумента, почему нет маски, люди приводят именно факт вакцинации. А некоторые говорят, что я переболел, и у меня антител на двоих хватит. Это, к сожалению, неправильно, потому что мы с вами всё равно механически можем переносить инфекцию. Непродолжительное время, но всё же можем. Вирус может оседать на слизистой оболочке полости рта и носа. И так или иначе мы можем являться какое-то ограниченное время распространителями инфекции. Поэтому пока ещё эпидемия у нас находится на достаточно высоком уровне, её интенсивность высока, мы все должны пользоваться маской. Несмотря на то, что на улице солнечно, тепло и в маске крайне некомфортно, заходя в магазин, мы должны эту маску использовать. На улице, да, при соблюдении социальной дистанции, на автобусных остановках допускается пренебречь маской, но, опять же, при условии достаточной социальной дистанции. Зайдя в общественный транспорт, мы эту маску обязательно должны надеть. Сам свидетель того, что в общественном транспорте меньше 10% людей пользуются масками. Это гражданская, я бы сказал, такая необязательность и недобросовестность в этом отношении, потому что все мы ответственны за здоровье друг друга. И от того, насколько будем соблюдать все эти меры и требования, будет зависеть, как скоро мы выйдем из этой непростой эпидемиологической ситуации. А в том числе среди тех, кто не носит маски, в общественном транспорте, опять же, немало и людей старшего возраста. Безусловно. И это люди, которые являются приоритетом номер один в вопросе вакцинации. То есть есть группы риска и есть декретированные контингенты. Так вот, группы риска – это люди с хроническими заболеваниями, сердечно-сосудистой системой, эндокринной системой. Это люди в возрасте старше 60 лет, которых в регионе у нас более 300 тысяч человек, по данным Росстата. И они все должны быть вакцинированы. А на сегодняшний день мы проявили только лишь 20% от этой группы. И работа продолжается. Поэтому призываем всех принять решение в пользу вакцинации. Говоря также о группах риска, мы выделяем определенные профессии. Это медицинские работники, это работники сферы образования, которые сейчас зачастую аргументируют, что учебный год заканчивается, риск заболеть минимален. Но у нас ведется подготовка к новому учебному году. У нас начинают работать детские оздоровительные учреждения. И персонал, который там будет работать, он обязательно должен быть вакцинирован. Потому что, говоря о вакцинации персонала, мы говорим о том, что дети-то практически не болеют. А если болеют, то крайне легко. Но персонал подвержен риску заражения и тяжелого течения болезни. И если персонал заходит на смену, не вакцинирован, есть риск просто остановить смену рабочего лагеря и тем самым нарушить отдых детей. Поэтому здесь важна и эта составляющая тоже. И все эти граждане должны вакцинироваться. Да, в Российской Федерации вакцинация носит условно-добровольный характер. Но в чисто человеческом отношении каждый гражданин должен проявить свою солидарность в борьбе с эпидемией и сделать прививку. Только таким образом мы сможем эффективно бороться с эпидемией. Максим Александрович, мы неоднократно общались с докторами. И они говорили, что среди пациентов, которые заболели коронавирусной инфекцией и заболели в довольно тяжелой форме, также немало и молодых людей. Что все-таки наблюдаете вы у себя в отделении? Больше все-таки старшего возраста или молодого возраста? И с чем это связано? Ну, это такой вопрос. Если наши данные предоставлять, конечно, старшего возрастного группы, категория 40+, это основная масса пациентов. Но есть определенная категория пациентов, которые молодого возраста. Самый молодой пациент у нас был 18 лет. Недавно у нас пациентка была 24 лет, которая была на искусственной экстракорпоральной мембранной оксигенации, которая успешно вылечилась. Но это есть и определенная большая проблема в плане лечения беременной пациентки, которая заболевает новой коронавирусной инфекцией тяжелой формы. Это прямо отдельная категория граждан, которые требуют... Не зависит от возраста. Не зависит. Это прямо требует очень пристального внимания. Ответы на эти вопросы, это, я думаю, мы получим через некоторое время. Потому что, еще раз напоминаю, эпидемия, она идет, и это новая эпидемия. Мы раньше никогда с этим не сталкивались. И срок этой эпидемии всего лишь год, чуть больше года. И поэтому там какие-то такие фундаментальные исследования не проводятся. Но я думаю, через какое-то время как раз наука нам даст ответ, у кого есть индивидуальная предрасположенность, какие-то генетические предрасполагающие факторы. Но пока это вот... Я на это с вопросом отвечу несколько позже. А, Ольга, у вас на реабилитации все-таки больше, наверное, граждан старшего возраста, да? Или все-таки молодежь тоже есть? Молодежь тоже, как я и сказала, что среди молодежи есть люди тоже 20-летнего возраста и постарше. То есть у нас средний возраст вообще всех, кто поступает на реабилитацию, где-то 40 лет получается. Ну, соответственно, есть и те, кому за 50, но есть и молодые, конечно. А на чем вообще строится реабилитация? Это прием каких-то препаратов? Это упражнения какие-либо? Ну, все поступающие к нам, как я уже сказала, они в первую очередь сначала обследуются, осматриваются мультидисциплинарной бригадой. Далее уже по результатам этого обследования мы принимаем решение, коллективное решение по индивидуальному плану реабилитации. То есть сюда относятся и физиотерапевтическое лечение, и занятия по лечебной физкультуре у нас проходят они как индивидуально, так и групповые занятия. Психологическая помощь. Медицинские психологи также работают уже с индивидуальными группами и устраивают групповые занятия. Кроме того, есть занятия в сенсорной комнате, так скажем, релакс-терапия и медикаментозное лечение. То есть все зависит индивидуально от пациента. А пациента к вам направляют или он сам принимает решение, что мне нужна помощь и я должен обратиться? Да, конечно, пациентов направляют. Направляют из поликлиник, то есть участковые терапевты, либо по рекомендации врача, который выписал из стационара. Также пациенты могут к нам попасть следующим образом. То есть они записываются на прием, амбулаторный прием к нашему терапевту. У нас специально для этого выделены часы работы терапевта, который занимается именно приемом пациентов на реабилитацию. Это центр имени Аваева? Да. Ему нужно позвонить, записаться по телефону и, соответственно, прийти в назначенное время на прием? Да, они приходят к терапевту и дальше врач уже осматривает, если надо, там, да, обследует и дает направление на реабилитацию. А долго она обычно длится? То есть я так понимаю, что для пациентов, которые перенесли в тяжелой форме, одна, наверное, программа, а кто в более легкой, но какие-то есть последствия, то другая или все-таки одна? Сейчас мы работаем по программе, если вы имеете в виду по срокам реабилитации, к сожалению, мы ограничены 14 дней, не больше. Естественно, программы для всех разные, и те пациенты, которые тяжело перенесли, они получают рекомендации дальнейшие для самореабилитации. То есть мы обучаем пациентов, что им делать дома и как долго, и назначаем им повторные визиты. Александр Сергеевич, мы знаем, да, что в районах Тверской области работают мобильные прививочные бригады. Расскажите немножко об их работе. Мобильные прививочные бригады или выездные прививочные бригады, они не только в муниципальных образованиях Тверской области работают, они также работают и в городе Твери силами тех учреждений, именно городских больниц, которые проводят вакцинацию. В первую очередь, конечно, выездная бригада целит и работа направлена на то, чтобы обеспечить доступность вакцинации тех, кто по тем или иным причинам не может прийти на пункт вакцинации. То есть это трудовые коллективы, к примеру, крупных промышленных, сельскохозяйственных предприятий, к которым прививочный пункт, по сути, приезжает на их территорию и проводит вакцинацию. Сюда же относятся и маломобильные группы населения, о которых мы говорили. Но отдельную категорию составляют все-таки те, кто постоянно проживает в закрытых учреждениях. Это различного рода интернаты, дома-интернаты для престарелых, психоневрологические интернаты. И я должен сказать, что проживающие в таких учреждениях на сегодняшний день вакцинированы уже более чем на 90%, потому что, как показал опыт уже работы в условиях эпидемии, эти люди в большей степени подвержены риску заражения. И если у нас в учреждении возникает вспышка, то последствия здесь могут быть крайне негативными. И от того, насколько эти люди привиты и защищены, зависит их дальнейшее благополучие. Поэтому мы говорим о необходимости вакцинации и персонала таких учреждений, и проживающих. И в этом нам помогают, конечно, выездные прививочные бригады, потому что 300 человек дома-интерната для определенной категории граждан, их в больницу не привезешь, но к ним можно приехать и провести вакцинацию именно там. Кроме того, должен сказать, что у нас вакцинируется различного рода спецконтингент на территории региона, так как тоже, представляя закрытую группу, закрытый социум, они испытывают риски заражения коронавирусной инфекцией. И течение, как мы с вами уже сейчас говорим, и говорим об этом уже больше года, течение абсолютно непредсказуемое. Поэтому в данной ситуации мы стараемся, с одной стороны, увеличить пропускную способность прививочных кабинетов, как я уже сказал, с другой стороны, обеспечить доступность вакцинации, в том числе силами выездных прививочных бригад. Александр Сергеевич, а что нужно сделать, чтобы в район выехала бригада? По какому принципу они выбирают населённый пункт? Как-то нужно позвонить жителям таких населённых пунктов? Как им быть, если хотят прививаться? В каждой медицинской организации, будь то городской, или в организации, которая находится в муниципальном образовании, скажем, ЦРБ одного из районов, есть регистратор, есть средства записи, а запись у нас проводится не только по телефону, медучреждения, ещё у нас работает телефон единой линии 122, то есть в любом субъекте он работает, и в Тверской области тоже, кроме того, можно записаться через госуслуги на вакцинацию, и таким образом формируется список, запись, формируется лист ожидания, и мы говорим о том, что из любого населённого пункта можно записаться на вакцинацию, и администратор медицинского учреждения определяет приоритетность направлений для проведения вакцинации. И таким образом, если мы изначально говорили о том, что количество прививочных пунктов у нас не охватывало все муниципальные образования, и в часть из них, к примеру, Бежицкая ЦРБ выезжала в Кесовогорский район, в Жарковский район для проведения вакцинации, то сейчас у нас в каждом муниципальном образовании есть силы и средства для проведения вакцинации, в том числе и выездной, а организация по предварительной записи. А у нас есть звоночек в студии. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Слушаем вас. Вы знаете, много говорят, меня слышат, да, много говорят о вакцинации, вот, и мне хотелось бы вот всё же уточнить по этой вакцинации. Вот недавно выступал Рудзене по местному времени и сказал, что тем, кто переболел и у кого антитела есть, они не защищены, они могут и по первому, и по второму, и третьему разу заболеть, типа без стуку, вот, надо вакцинироваться. Это его позиция. Теперь вот я недавно была у доктора, кардиолога, не буду говорить, где и чего, и как, но, во всяком случае, мне она сама задала вопрос, я провакцинировалась или нет? Я ответила, нет, я переболела коронавирусом. Она когда спросила? В январе. Она говорит, ну, вам тогда рано. У меня у мужа антител 13,5%. Много ли это? Мало. И вот я тоже задала ей вопрос, это нормально? Нормально. Так как же правильно? Кому же верить? Все говорят, кто как. Даже врачи, доктора. Один говорит, вам ещё полгода не надо. Другой говорит, типа, не завтра беги вакцинироваться. Ну, как правильно? Мы запутались. Надо нам вакцинироваться, не надо. Вот будьте добры, ответьте, пожалуйста. Спасибо за вопросик. Да, необходимость ответа на этот вопрос назрела, несмотря на то, что ответы звучали уже неоднократно, но, к сожалению, путаница до сих пор ещё сохраняется. Что касается переболевших коронавирусной инфекцией, безусловно, вакцинироваться нужно кому-то через 6 месяцев после перенесённого заболевания, кому-то можно и раньше вакцинироваться при условии того, что люди сдают тест на антитела, который не является обязательным, но ради собственного интереса, и не обнаруживают таковых. Вот как наша слушательница говорила о том, что много ли, мало ли антител, врач-кардиолог сказал, что этого достаточно, но очень странно, что врач-кардиолог делает такие заключения, не являясь специалистом в области иммунологии и вакцин. Поэтому мы можем сказать о том, что даже если антитела сохраняются, всё равно вакцинироваться нужно. Об этом говорят и первые лица государства, и первые лица области. Почему? По заявлению Роспотребнадзора, которое не так давно было сделано в эфире одного из федеральных каналов, на территории Российской Федерации циркулируют более тысячи различных штаммов коронавирусной инфекции, не беря в расчёт зарубежные штаммы, то есть британские, южноафриканские, бразильские, они все остаются пока в стороне, у нас на нашей территории своих штаммов предостаточно. И переболев однажды коронавирусной инфекцией, мы по-прежнему подвержены риску заболевания другим штаммам. Вакцина же, она сконструирована таким образом, что обеспечивает защиту от всех циркулирующих на нашей территории штаммов и от тех зарубежных вариантов вируса, которые могут быть занесены на нашу территорию гражданами, которые возвращаются из-за рубежа, иностранцами, которые могут к нам приезжать. Поэтому прививка в данном конкретном случае является универсальным способом профилактики, в том числе и повторных заражений коронавирусной инфекцией, которые возможны при инфицировании другими штаммами. Опять же, мы говорим о том, что сама прививка, да, при случае и риске повторного заражения снижает вероятность тяжёлого течения заболевания, возможных последствий, но в 95% случаев она защищает от заболевания. Поэтому вакцинироваться нужно даже тем, кто переболел. Если говорить о тяжёлом течении, Максим Александрович, это вопрос к вам. О лечении в реанимации много историй, да, рассказывают. Кто-то вообще их считает вымышленными. Может быть, и вы нам, как говорится, прольёте свет. Как проходит лечение, да, в стенах реанимации? Говорят, что там пациента вкладывают на живот и так далее, что они очень долго после ИВЛ выходят, да, переходят, то есть на самостоятельное дыхание. Это всё-таки страшилки или это реальность? Это вопросы те, которые нам присылали телезрители. Вы понимаете, для вас это, для людей это могут быть страшилки, а для нас это рутинная работа, которую мы сталкиваемся на протяжении многих лет. Это здесь ничего глобального не произошло, за исключением массовости поступлений, с которыми мы столкнулись. Да, пациенты должны находиться с тяжёлой дыхательной недостаточности. Один из методов лечения – это лечение на лежание на животе. Как и не смешно это звучит, это тоже такая методика. Она старая, она называется пронпозиция, она придумана уже много лет назад. За счёт этого улучшается просто газообмен. Я не буду сейчас сдаваться физиологии, но да, мы всех тяжёлых пациентов в обязательном порядке кладём на живот. У нас есть некоторые случаи, когда пациенты на животе находились 5 суток, и они находились в состоянии наркоза, потому что это единственный был способ улучшить состояние вентиляции у лёгких и спасти им жизнь. Это мы видим положительный результат. Да, пациент в реанимации, он находится на животе, к нему подключаются обязательно системы слежения, мониторы, к нему подсоединяется какое-то там необходимое дыхательное оборудование, и постоянно идут инфузии препаратов и прочее. Но это очень сложно объяснять. Если хотите, приходите к нам с репортажем, мы покажем, как проходит лечение пациента в реанимации. Но это такой очень сложный, энергозатратный, человекозатратный метод лечения, потому что для каждого тяжёлого пациента в реанимации необходимо несколько медицинских сестёр, несколько врачей и постоянное наблюдение медицинского персонала. То есть вот эти системы мониторинга, там пациент постоянно 24 на 7 подсоединён к аппарату, который считывает его пульс, давление, сатурацию, и врач должен постоянно оценивать эти показатели. При каких показаниях из стационара пациента переведут к вам? Понятно, что это ухудшение. Но это какое, примерно, поражение, может быть, лёгких? Смотрите, здесь вопрос, наверное, даже не поражение лёгких, а самый главный показатель – это снижение уровня содержания кислорода в крови. У нас такой готов, это точка принятия решения, это цифра 92. Если мы видим, что у пациента на животе сатурация ниже 92, а сатурация, она измеряется пульс-оксиметром, он продаётся во всех аптеках, становится ниже 92. Это такой красный флажок, то, что значит с пациентом что-то не так. И мы даём этому пациенту кислород, самый банальный и простой. То есть он лежит на животе и получает кислород. Если эти методы, они неэффективны, то этому пациенту показан период реанимации. Ещё большая проблема на такой красный флажок, который должен знать каждый телезритель. То есть первый флажок – это снижение сатурации ниже 92. Это прямо такой маячок-маячок, это стойкая температура. Если у человека держится гипертермия выше 38 градусов несколько дней, это признак, что человек может попасть в так называемый цитокиновый шторм. Поэтому это обязательно, потому что человека надо госпитализировать. А если опять же говорить о симптомах коронавируса, он, наверное, в лёгких случаях всё-таки похож на ОРВИ, симптомы такие будут. А как его отличить? Какие-то, может быть, особенности у него есть? Утечение болезни. В лёгкой форме. И в лёгкой? В лёгкой форме тут будет ансомния. То есть у человека не будет запаха. То есть мои коллеги в первые полгода у меня стоял пузырёк спирта, который мы не употребляли, а просто нюхали, чтобы понять запах. И у меня некоторые коллеги с утра выпивали кофе, например, чувствовали, что запаха кофе нет, и понимали, что они начинают заболевать. Но вот это, наверное, самое большое отличие от обычного ОРВИ. Ну и плюс, наверное, ещё остальные вегетативные синдромы были выражены по сравнению с обычным ОРВИ, которым мы сталкивались. А тяжёлая форма пневмонии здесь уже поражается за счёт того, что поражаются не только лёгкие, но и дыхательные недостаточности. Это то, чем люди поступают. То есть у человека чувство нехватки воздуха, отдышка, очень выраженная слабость, гипертермия. Люди поступают некоторые с температурой 40. Но из-за дальнейшего уже начинает поражаться сердце, нарушение ритма проводимости и печени, почки. То есть мы видим у людей, развивается тяжёлая почечная, печёночная недостаточность. Но это всё происходит, так понимаю, что в процессе болезни? То есть это своего рода как осложнение? Это этапы развития просто этой болезни. И запускается порочный круг. Если мы его не перервём, не разовьём, то в дальнейшем вот эти этапы, знаете, как лавина сходит. И тащат за собой камни, снег, дома и прочее. То же самое и с коронавирусным заболеванием. Если пациент не поступит в больницу и не ведут специальные препараты, например, широко используемые иммуносупрессивные препараты, то этот каскад не разорвать. И в дальнейшем это всё приводит к такому неблагоприятному исходу просто-напросто. Но тем не менее мы знаем истории, когда у вас из отделения тяжёлые пациенты выходили на своих ногах после долгого лечения со стопроцентным поражением лёгких. Да, это уже, к счастью, это уже такая, знаете, уже не рутина. Точнее, это уже рутина. Мы тоже научились лечить эту болезнь. Видим множество пациентов со стопроцентным поражением лёгких, которые выписываются. К счастью, мы видим, что изменения у лёгких они обратимые. И когда люди приезжают, через какое-то время делать динамическое КТ, мы видим, что лёгочная ткань Паренхима практически полностью восстановилась. Мы надеемся на это. И видим этих людей. У нас прошло за это время уже больше 2000 пациентов через реанимацию. Это в основном все с тяжёлой, крайне тяжёлой формой заболевания. И летальность мы всё снижаем, снижаем. И поэтому количество людей, которые пережили ИВЛ, если раньше, в апреле месяце, в мае месяце того года, это был такой нонсенс во всём мире. И такой эксклюзив, то сейчас это уже рутина для нас. То есть это человеку реально выйти от вас на своих ногах? Конечно. Ну и потом наверняка потребуется долгая реабилитация? Да, конечно. Такие пациенты нуждаются в более длительной реабилитации. Ну и хотелось бы резюмировать нашу программу, чтобы не оказаться Максимом Александровичем в отделении, потому что там тоже лечение, может и месяц заниматься. Ну, максимально у нас, я вот сейчас сижу, вспоминаю, максимально у нас пациентка находилась 146 суток. Недавно выписали пациента, который находился 96 суток. И знаете, когда вот эти люди выписываются, я вот задаю им вопрос, если бы вы знали, как всё это всё пройдёт, и через всё это бы прошли, вот этот ад, вы бы стали вакцинироваться? И люди все говорят однозначно. Если бы машина времени и возможность перемотать на какое-то время назад, я бы обязательно вакцинировался. Чтобы не оказаться в таком положении, в такой ситуации, соответственно, потом долгая реабилитация, то необходимо вакцинироваться. Мы, насколько я знаю, вакцинированы, все находящиеся здесь в студии. И хочется сказать, да, всё-таки докторам задать вопрос по поводу маски. Всё-таки объясните нашему населению, да, зачем её нужно носить в магазине, в общественном транспорте, в торговом центре. Ещё раз. Когда мы говорим об использовании маски, мы имеем в виду метод неспецифической профилактики. Своеобразный барьер, который, с одной стороны, позволяет нам избежать взаимодействия с тем вирусным аэрозолем, который в атмосфере может быть сформирован, если кто-то чихнул или кашлял. Но, с другой стороны, если мы заболеваем, как источник инфекции, мы не представляем угрозу для окружающих. А в целом, говоря о способах профилактики, ни один из имеющихся способов не обеспечивает стопроцентную защиту. Только использование в комплексе всех способов профилактики позволяет обеспечить максимальную защиту и социальной дистанции, и использование маски, и гигиена рук. И довершает этот список вакцинация, которая является на сегодняшний день основным и самым эффективным способом профилактики. Всё это в комплексе позволит минимизировать риск заражения и распространения инфекции. Поэтому те, кто до сих пор ещё не вакцинировался, вакцинироваться нужно. Потому что это единственный способ, как можно быстрее выйти из этой сложной эпидемиологической ситуации. И при этом нужно отметить, что всё равно в любом случае, даже если вы вакцинировались, необходимо носить маску в общественном месте. Итак, это была программа «Тема дня». Сегодня мы обсуждали тему вакцинации, тему лечения коронавирусной инфекции, а также реабилитации. О гости сегодня главный внештатный эпидемиолог Минздрава Турской области Александр Сергеевич Раздорский, главный внештатный анестезиолог-реаниматолог Минздрава Турской области Максим Александрович Петрушин и заведующий отделением реабилитации Центра специализированных видов медицинской помощи имени Аваева Ольга Александровна Ростовская. Меня зовут Валерия Королёва. Это была программа «Тема дня». До встречи.